Зло и добро, свет и тьма. Я думаю, это всё придумано и социумом понятия. Так я думаю. Вам сколько лет-то думал-то? Думать-то некогда. Когда сидите и баб ищите чужих, думают. Сегодня верят во Христа 2 миллиарда 200 миллионов. Да, да? Да, вот тело своё изрисовал. Изрисовал тело, как мальчишка пятилетний. Я говорю забавно, что я попытался быть тактичным и вежливым, и мне ещё слова не успел сказать, а за меня уже всё придумали. Так, мусульман, 2 миллиарда мусульман верят. Болбоёбов ещё больше, чем мусульман. Даже не знаю, что рисовать надо на бумаге, не на теле. Какое твое рассуждение? Дело-то тебе не принадлежит, оно Божье. Это храм Божий. Навешал глупости всякие. Вот и без Бога. Тут даже ещё не умер, а уже поражённый весь. Забавно, да? Я в Бога не верю, но я тактичный и вежливый. Не верующий, это блудник. Это сквернослов. Это бесчестный человек. Ему ничего нельзя доверить. Он Бога-то не боится. Любую подлость сделает. Я делал какие-то подлости? Да вы себе посмотрите, вы изрисовали руки себе уже. Вы уже... Смотрите, есть такая замечательная поговорка. Есть люди, которые ходят в церковь каждую субботу, но при этом они гнилые у ёбки. Не надо рассказывать. Субботуировками ведут себя хорошо. Наверное, хорошо. В своих глазах. Наверное. Сколько женщин порченных позади? Сколько матерков ушло? Любого спроси. Я не о вас говорю, я вас не знаю. Слушай внимательно пока. 8% неверующих. Но на них падает 99,9% преступлений. Статистика показывает. Откуда такая статистика? А так статистика, что мне самому Господь позволил пройти этот путь. Я сотрудничаю с местным СИЗО с тюрьмой. Неверующий. Всё можно. Отца мать убил. Другой сестрёнку изнасиловал. А то, что попы детей насилуют... А никого ты никого не знаешь, попы. Если бы знал, то разговор другой был. Чужую блевотину глотаете. Если с кем-то говорить, мне надо. Я услышал. Хорошую статью написал один. Я еду в Москву, профессор. Я с ним встречаюсь, с Митрохином Львовым Николаевичем. И записываю его. Принесла тебе веру в Бога? Счастье принесла? Без Бога человек никто. Не нуль. А это же твоя любящая семья? Вот в этой книге, вот она в переплёте. 77 книг. И одна из них... А одна из них, псалтырь. Три тысячи лет назад. Ну, вы, слушай, ничего не знаешь же. Три тысячи лет назад. И написано. Сказал безумие в сердце своём. Нет Бога. Тринадцатый псалом. Не пробовал своей головой думать? Головой думать он будет. А тебе голову-то кто дал? Кто тебе мозги дал, совесть? Отец и мать. Отец и мать они не знали. Когда мать узнала, забеременела, паника в доме начинается. Что ты городишь-то? Где-то семья-то твоя, где? У мусульман в среднем в семье 8,1 ребёнка. А у русских 1,8. За время перестройки 120 миллионов абортов. Свои гречи-то где? Где они? Ну вот где они? На улице? Работают на работе. Ты только осуждать можешь. Не надо осуждать. Страна разваливается. Без божества. Путин молится, в храме стоит. Ты чего хорошего сделал в своей жизни? Давай, давай, давай. Ну давай, слушай, так и не убегай. Сейчас ты о чём говорит, ты опрокинешься. Слушай внимательно. Давай. Я нахожусь в городе Барнауль, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Я исключил из лексикона слово «проблема». Допустим, люди говорят, народ необразованный. Что, я говорю, ты сделал? Вот вы вопрос мне задали. Я иду одновременно, преподаю в пяти университетах, в тринадцати школах, веду три радиопрограммы телевидения во всех отделах милиции. Что генерал говорит, моя милиция стала себя тише вести. Так ещё заводы и фабрики. Это что я сделал в вопросе образования? Бесплатно это всё делаю. Дальше. Слушайте, внимательно, вы сказали, будете слушать. Я отвечаю на ваш вопрос. Я говорю о себе. У нас в стране министр внутренних дел был Нургалиев. И он говорит, сейчас в стране насчитывается три с половиной миллиона беспризорных детей. Вопрос, что ты сделал? Мне Бог позволил создать лагерь детский, лагерь Стан. И я начальник его 45 лет и три года в ином формате. 48. Тысячи детей без помощи государства подняли. Этого в мире никто не делал. И у нас идут в армию, ни одного нету, чтобы по дедовщину попал. С красными дипломами заканчивать. Ни одного развода. Слушайте, слушайте, что я сделал? Я вам рассказываю. Вы спросили, я отвечаю. Потому что Писание, Яков, говорит так. Покажи веру твою без дел твоих. Я покажу из дел моих. В стране уничтожено 31 тысяча поселений. Что сделали? Мы берем землю, регистрируемся. Православное поселение, где ни лгать нельзя, ни пить, ни курить, ни материться, ни воровать. И в 28 лет ни рубля государство не дало. Сами школу построили, дороги. Шесть прудов зарыбили. Дети наши не знают ничего того, что в школе делалось. Это государственная школа. А что ты сделал? Преступность? Я иду в тюрьму. 3700 узников. Я им свидетельствую о Боге. Они меняют показания. Рассказывают о себе. Все. И теперь выходят, другие люди обзавелись семьями. Что я сделал? Говорят, евреи захватили. Все в стране. Я говорю, я не спорю. Слушай внимательно. Ко мне завозят одного знакомого еврея, им знакомого. Наум Израилевич, чистопородный еврей. И он делается через три часа в православном. И сейчас православный священник. Один из лучших в стране. Допрашивает меня за то, что я издал первую в стране архипелаг ГУЛАГ. А я насчитал 50 книг. Меня отправили. Я прошел пять тюрьм и лагерь. Мне все свои населения известны. Теперь я работаю 28 лет в тюрьме бесплатно. Поднимаем людей. А у них начинается новая жизнь. Вы задали вопрос, что я сделал? Дальше Господь мне позволяет написать 38 томов книг, имеющих возрождающие действия. Я в Барнауле. Но мы едем до Владивостока. Потом до Лиссабона. Прибалтика, Скандинавия. Север и юг. 650 городов. Я делаю подарок книгами на 35 миллионов рублей. Вам достаточно этого? Мы же говорили про контекст семьи. Я говорю, что делать? Будь я не вернущим, я еще бы не сделал. С вами начнем сейчас говорить. Истина. Истина в том, что... Вы сейчас пить будете, я знаю, пить будете. Огонь блуда зажигать. Пить будете. Обязательно. Все пьют. Половина мужиков тут голые. 90% мусульмане здесь, в чат-рулетке. Я хотел всего лишь правду сказать. Правда заключается в том, что ты, старый дурак, надоел всем своим домочадцам. На старости лет у тебя не умеет. Ну, от старости лет я успеваю что-то сделать. Ты не пытаешься обучать кого-то в интернете. Не, ну, понял. То есть, в том, что неедине с собой, ты жалкий старик. В этом истинно. Вот смотри, у меня ютуб-канал есть. Оправдывайся перед тем, что... Я еще раз говорю. Ютуб-канал. И у меня 18 260 роликов. Охренительно. Только ты никому не нужен при этом. Не нужен. Посещаемость 44 миллиона. Никому не нужен. Ты даже себя не бережешь. Курить начинаешь. Курить. Как обкуренный сидишь. Ну, 12 лет жизни долой. Да тебя ждут только тюберкулез. 10 лет харкать будешь. Что доказывать? Ну и все. Все твое неверие. Вот мы с вами заговорили двое. У тебя уважения к старшему даже нету. Нахал такой. Вот это самое забавное. Люди почему-то думают, что цифры возраста являются... Да. Мой возраст заставляет сделать... Вы посмотрите мое выступление, где... ...как нетактичный говнюк. Тебя не научили родиться. Еще раз говорю. У меня личная благодарность от Рамзана Ахматовича Кадырова. От Лукашенко. ...который убивал российских солдат. Вот от кого у тебя благодарность. Дешевая ты... Вот что. Брось курить. Раб греха. А не бросишь. Я бы тебя к Богу побыстрее отправлял. Хорошо. Курить можешь бросить. Будущее неверующим. Не можешь. А еще и наркотики будут. Как окуренные все. Смотрите, куда-то. Глазами мотают. Не переживай, Старий. Главное, что... Не, вот. Мы поговорили по-хорошему. Не обижайся. Да, 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 да. Ждет тебя рай и счастье. Вот как. Как мне в этой жизни. Вы знаете, что есть такая на свете книга, которая дает жизнь умершим. Библия. И которые люди все потеряли, все приобретут. С верой во Христа Иисуса. У вас есть в доме такая книга? Нет. А показать не можете. А показать не можете. За стенкой у бабушки, а бабушка спит. Все одинаково брешут. Вам сколько лет? 81-й, голубушка. Еще ни одной таблетки не съел. А вы, фига, моложе выглядите. Вы священник? Не священник. Я рабочий. 40 лет пищником работал. Начальник детского лагеря, 48 лет. Строим деревню православную, где нельзя пить, курить, материться, воровать, лгать. Я всю жизнь работаю своим горбом. Хорошая деревня. Уграй, попадешь. Да, у нас ни одного аборта нету, ни одного развода. А в стране 86% разводов. За время перестройки сделано в Российской Федерации 120 миллионов абортов. Великое кладбище – это вагина женская и живот. А как вас зовут? Лапкин Игнатий Тихонович, Алтайский край, город Барнаул, 81-й год. Игнатий Тихонович, а вы вот сидите в чат-рулетке. Скажите, вы же здесь встречаете очень много нехороших вещей. Здесь всякие вещи. Поэтому мы приходим и говорим, зачем мы пришли сюда. Чтобы людям возвестить радостную вещь, что Христос умер за грешников и зовет к покаянию. Мы работаем здесь. Я уже пять месяцев здесь. Половина мужиков голые лежат. Анонизмом занимаются, женщины грудью совокупляются открыто. Все я это здесь видел. 90% мусульмане, самое гнусное, самое прелюбодеянное, все собралось здесь. И Господь нас посылает, как врачей к больным, рассказать. Вот вы если зайдете в скайп, зарядите Игнатий Лапкин, вы сразу на меня выйдете. У нас есть ютуб-канал, у меня есть. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Мы зайдем, посмотрим. А вы не посмотрите. И вы сейчас забудете. Запишите. «Во свете Библии» Сейчас запишу. Давайте. Вы не пожалеете. Ладно, сейчас. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это ютуб-канал. Угу. У нас 18 260 роликов. Ладно. Ну, открылось? Нет, я написала, а потом по интернету. А, потом. У нас посещаемость 44 миллиона. Хорошо, мы обязательно посмотрим. Спасибо большое. Если вы захотите поближе познакомиться, у меня большие ресурсы есть. Есть сайт, форум, мейл.ру. И мы можем, только вы через скайп меня найдете, Игнатий Лапкин. Хорошо. Ну, храни вас Господь. Как вас звать-то? Изабелла. Повторите. Изабелла. О, Изабелла. Такого имени у нас нету. Я по календарю могу назвать. А вас не крестили в церковь так? Нет. Нет. У нас нет такого в святцах имени. Потому что... У меня папа русский, а мама азербайджанка. А. А мы были в Азербайджане. У меня 38 томов книг вышло. И мы по библиотекам мира развозили подарок. И там мы ночевали в доме у Муллы. У нас Библия, а у них вот такая книга считается священная. Да, на каранте. Да. И мы у них были, ночевали. Все записали. Очень высокий уровень образования у них. Мула этот разговаривает на шести языках. Да, да. А жена на четырех. Очень приятная семья была. Мы были в мечети, молились. Ну, мы похвели. У меня вообще... У меня русское имя, но у меня отводили в мечеть, чтобы давать мусульманское. Ну, так. Видите, рассмешанное происхождение. То и так и имя. А у меня вот Игнатий означает неизвестный, неведомый. С греческого. А с латинского огненный. Прикольно. Это все так Господь делает. У нас очень интересный сайт. Там 38 томов моих книг. Фильмы у нас снятые. Я начальник детского лагеря, 48 лет почти. Без помощи государства, православный лагерь. Мы тысячи детей подняли. У нас главный лозунг в лагере висит. Россия должна встать. Россия – это мы. И дети скандируют об этом. А почему вы не спите? Ну, ничего себе. Мы встаем в 4.40, а сейчас у нас почти 8 часов. От Алтайский край. На 4 часа разница с Москвой. А у нас 4.53. Ну, вот видите как. Я 3 часа утром, почти 3 часа, трачу, чтобы поставить новые ролики и ответить на письма. У меня очень большой Ютуб. Это прикольно. Ну, представьте, 18 260 роликов. Да. Это даже половина. Вот сказать, ну, 17, 9 тысяч ни у кого нигде нет. Мы непрерывно работаем. Новые люди приходят, уверуют во Христа, меняют жизнь. Ну, ладно, спокойной ночи. Всего хорошего. На добрый день. У нас день уже вовсю идет. Молодежь уже на работу убежала. С Богом. Спасибо большое. Храни вас Господь. Спасибо.